Прибавилось расходов на отдельные статьи в региональном бюджете. Главный финансовый документ следующего года был принят сегодня в окончательном чтении. Без дискуссий не обошлось. Где и почему по-прежнему наблюдается недофинансирование, расскажем далее. Проект бюджета принят, но вопросы остались. Сегодня в третьем чтении утвержден главный финансовый документ региона. На следующий год и плановый период 2020-2021. Основная сфера, вызвавшая дискуссии, — здравоохранение. На него предлагалось добавить более миллиарда рублей. Сумма внушительная, но и взята она не с потолка. По сравнению с годом текущим отмечены серьезные сокращения расходов на медицину. По данным Уполномоченного по правам человека, потребность в лекарствах финансируется только на 47%. На скорую помощь заложено меньше средств, чем в 2018. Однако сенсации не случилось. Поправки в сфере здравоохранения при возможности решено делать в следующем году. Тем не менее, кое-какие направления получили больше денег, чем предусматривалось ранее. Увеличены расходы на строительство, а также капремонт социальных объектов. В список ожидающих преображения дополнительно включено 20 образовательных учреждений, больниц, подфартилоусолью. В честь 350-летия города вторую жизнь будут давать детским садам и школам. В общей сложности парламентарии одобрили более 30 поправок почти на миллиард рублей. Ну а как эти деньги будут израсходованы, сможем увидеть довольно скоро. Алена Полоненко, новости по будням.